Возможно ли новая война между Эфиопией и Суданом? Александр Ставер о военном обозрении за 1 декабря 2021 года. А я напоминаю, что у автора, то есть у Александра Ставера, появился свой телеграм-канал. Подписывайтесь, задавайте вопросы, так как там есть чат для общения. Поехали! Северо-восток Африки вновь привлекает внимание. Мы неоднократно рассказывали об этом регионе мира, как о достаточно нестабильном и проблемном месте. Это ярчайший пример достаточно скорого будущего планеты. Мы привыкли к тому, что на сегодня главной причиной межгосударственных расприй являются энергоносители. Однако, в данном случае для этого региона напряжение чаще всего связано с водой. Точнее, с рекой Нил. Именно эта река уже более 10 лет является темой переговоров Судана, Эфиопии и Египта. Очередное столкновение произошло недавно между подразделениями Суданской и Эфиопской армии. В районе Аль-Фашака суданские военные были атакованы эфиопским подразделением и ополченцами. По словам суданских военных, атака была отбита. При этом погибло шестеро солдат армии Судана. Противник потерял много больше. Это происшествие не вызвало удивления в Судане. Боевые части в этом районе прекратились всего чуть более полугода назад, в апреле 2021 года. Да и Эфиопы появляются в этих местах достаточно часто. Район Аль-Фашака считается спорным. В начале прошлого века британцы искусственно создали очаг напряженности в этом районе. При заключении договора о границах 1902 год район был передан Эфиопской империи. Естественно, в регион с благоприятным климатом для сельского хозяйства переехало 7 эфиопов. Прошло 5 лет. В 1907 году был заключен новый договор. Район Аль-Фашака вернули Судану, но эфиопам разрешили там жить. Ситуация, как видите, схожа с той, какая существовала и существует в Нагорном Карабахе. Два народа, живущие на одной земле, связанные между собой экономически и довольно часто родственными узами, стали заложниками противостояния Эфиопии и Судана. Народный фронт освобождения Теграя. Кроме Судана и Эфиопии важную роль в конфликте играет оппозиционный правящему режиму Эфиопии Народный фронт освобождения Теграя – Энфот. Организация, более того, официальная партия Эфиопии, которая была создана в сентябре 1974 года шестью студентами народа Теграй в Адис-Абебе. Идеологически, это странная смесь ортодоксального коммунизма, махрового теграйского сепаратизма и идеи самоопределения всех народов Эфиопии. Чем-то напоминает идеологию одного из кандидатов в президенты республики Шкит, старшему отделению Горбушки, младшим, тоже по справедливости. Ноэнфот имеет довольно серьезные подразделения ополчения, состоящие из студентов, офицеров и солдат-крестьяне, которые сегодня участвуют в гражданской войне в Теграе. Именно боевики фронта, по мнению суданского правительства, представляют опасность для Судана в случае их перехода в эту страну. Почему суданские власти обеспокоены ситуацией в районе Альфашака? Район Альфашака непосредственно граничит с Теграем. Понятно, что в условиях гражданской войны мирное население бежит в соседний Судан. Среди беженцев могут оказаться и боевики. Зачем? Ответ прост. И дал его уже упомянутый выше конфликт. С сентября по январь крестьяне собирают урожай. Понятно, что в Альфашаке с благоприятными условиями для сельского хозяйства урожай достаточно богатый. Эфиопские повстанцы пытаются заставить суданских крестьян отдать часть урожая им. В ход идет запугивание, убийство несогласных обычный террор. Кстати, регулярная армия Эфиопии также считает, что и имеет право брать налог продуктами с эфиопов, проживающих в Альфашаке. Так что Судан имеет все основания считать, что скоро Эфиопия может начать боевые действия в этом районе. Год назад было именно так. Активно с применением авиации, артиллерии и танков, эфиопы и суданцы воевали именно в период между сбором урожая и пассивной с января по апрель. И еще один совсем малозаметный факт. В самом Судане тоже идет гражданская война. Она малозаметна. Такая велотекущая война, которая то вспыхивает одним-двумя боестолкновениями, то утихает. Но она не закончена. Обе стороны остались на своих местах. Что в итоге? Возникает и вопрос о том, почему напряжение в отношениях между странами уже перерастает в боестолкновения. Почему до 2020 года странам удавалось как-то договариваться? Тем более, что в какой-то мере это касается и России. Напомню про материалы о возможности создания российского пункта обеспечения МВФ РФ в Судане. Мы об этом неоднократно писали. Судан просит создать эту базу, а нам она необходима. Итак, я не зря в начале материала упомянул Нил. Уже более 10 лет безуспешно проходят переговоры между Египтом, Эфиопией и Суданом по вопросу строительства в Эфиопии. Огромной плотины на Ниле. Плотина длиной 2 километра. Высотой в 150 метров строится. Если для Судана этот пункт не критичен, то для двух других государств этот вопрос серьезный. Для эфиопов это вопрос обеспечения страны продовольствием и развитием всей экономики. Для Египта, не побоюсь этого, написать вопрос существования страны. Египет и Эфиопия находятся в зоне влияния США. Но в последнее время в этом регионе наблюдается активность китайцев. В отличие от американцев, китайцы не особенно задумываются над политической системой страны, в которую вкладывают деньги. Они четко разделяют политику и бизнес. Таким образом, регион стал ареной борьбы двух супердержав – Китая и США. Американцы, понимая, что проигрывают битву, да и не имея особых интересов в этой части Африки, прекратились сдерживать и Эфиопию, и Судан. Проще говоря, резко сократили экономическую помощь странам. Конфликты по поводу спорных районов, проблемы Нильской воды, этнические проблемы – все это стало всплывать на поверхность на фоне ухудшения экономических показателей. При этом США продолжают сдерживать гораздо более взрывоопасный регион между Эфиопией и Египтом. Увы, Россия глобально в ситуацию вмешаться не может, да и не надо нам этого, а вот база ВМФ у нас будет. Мы, решая собственные задачи, фактически встаем на сторону КНР в борьбе за регион, действуем сообща с китайцами против США. А конфликты? Африка очень сложно устроена, в том числе и географически. Там активно идет формирование не только государств, но и наций. А это всегда сложно. Александр Ставер. Возможно ли новая война между Эфиопией и Суданом? Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Ставера, ну и на мой телеграм-канал.